Всем привет! Это ТАВГАЙД! Самый мощный, жёсткий, чёткий, сильный путеводитель по хоккею и одновременно, если вы помните, самое лучшее шоу хоккея по версии моей мамы. Меня зовут Саня Малыхин и сегодня вы узнаете чуточку больше о хоккее. Ребятушки, сегодня прям настоящий праздник, потому что на очереди от ТАВА Сенаторс и её лучший игрок Марк Стоун. Отлично! На все 200! Марк Стоун был выбран не так высоко на драфте, всего лишь под общим 178 номером в 2010 году. Да и карьера у него начиналась не столь удачно. С сезона 12-13 по сезону 13-14 провёл всего 25 встреч, в которых сумел отличиться 4 раза. Столько же раз ассистировал своим партнёрам. Однако уже в следующем сезоне Стоун зажёг так, что стал одним из самых ярких молодых игроков лиги того сезона. После чего был номинирован на Колдер Трофи, который в итоге уступил Аарону Экбладу из Флориды. Однако в том сезоне он уже провёл 80 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 38 голевых передач, став одним из самых полезных игроков команды, проведя пока один из лучших сезонов в карьере. Однако с тех пор он является одним из главных форвардов-сенаторов, забрасывая не менее 20 шайб за сезон, оставаясь главным снайпером Оттавы. В сезоне 17-18, проведя также сезон на высоком уровне, сумел вместе с командой дойти до полуфинала Кубка Стэнли, в котором они уступили будущим победителям Питтсбургу. А сам Стоун в 19 матчах плывов набрал 8 очков, забросив 5 шайб. Несмотря на то, что Марк Стоун не смог провести полноценный сезон из-за полученной травмы, он лучший игрок Оттавы прошлого сезона. За проведённые 58 матчей он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 68 очков, сделав 42 голевые передачи, но и стал к тому же самым полезным игроком сезона в составе команды. В проваленном Оттаве сезоне, в котором она заняла предпоследнее место в конференции, Стоун был ярким звеном, очень полезным и системообразующим игроком. Даже набравший столько же очков, Эрик Карлсон выглядел более невзрачным в том сезоне. Однако у него на это были свои печальные причины. Итак, братишки, лучшим в Оттаве Сенаторс, по моему мнению, является Марк Стоун. А ваше мнение я жду в комментариях. На сегодня всё. Увидимся на хоккее. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.